Короче говоря, я приехал в деревню навестить родственников и подышать свежим воздухом. Да, хорошо в деревне летом. В деревне всегда есть чем заняться. Но папа почему-то отправил меня на улицу. Я решил отправиться в огород и поесть ягоды. Я поел клубнику, малину, смородину, уколол пальцем круженик и снова поел клубнику. Потом понял, что это огород соседей и убежал. По пути я наткнулся на папу и он попросил меня пойти окучивать картошку. Я нашел картошку и начал ее окучивать. Папа сказал, что я окучиваю неправильно. И показал, как правильно. Я стал окучивать правильно. Но, кажется, немного перестарался. А тут выяснилось, что надо было окучивать не одну картошку, а все картошки на поле. К счастью, солнце было высоко. И папа предложил мне искупаться в бассейне. Я понырял, искупался, попил джуз, не выходя из бассейна. Потом я подумал, чем бы еще заняться. И я решил просто позагорать на песке. Но песка было мало. И я решил отправиться загорать на речку. На чем же туда поехать? Тут я вспомнил, что в гараже у дедушки есть велик моего детства. Но, похоже, он стал для меня слишком мал. Я нашел другой велик своего детства. Я поднял сидушку и поехал купаться. Дорогу к речке я помнил плохо. Но использовал золотое правило. Всегда поворачивать направо. Вскоре я приехал к тому же месту, откуда уехал. Золотое правило не сработало. Тогда я использовал навигатор. Маршрут до речки. Направляйтесь на восток. Наконец-то я приехал на речку. С разбегу нырнул в воду. Поплавал. Поплавал с резиновым кругом. Понырял. Круг уплыл. Я решил погореться на солнышке. Но у комаров были на меня другие планы. Мне резко захотелось домой. Я приехал домой к ужину. Меня попросили нарвать зелень в огороде. В огороде было много зелени. Я нарвал зеленый лук. Зеленых помидоров. Зеленых яблок. Укроп. И петрушки. Оказалось, у петрушки снизу растет морковка. Отдал морковку кролику. А петрушку отнес к ужину. После ужина я решил немного поиграть на компьютере. Но интернета не оказалось. Пришлось играть в динозавров. Я прошел всю игру в динозавров. Я лег спать. Попросил папу поставить будильник, чтобы встать пораньше. Папа сказал, что в деревне людей будет не будильник, а петух. Решил поставить петуха на пол седьмого. Но не нашел, как это сделать. Решил спать в курятнике, чтобы меня точно разбудили. Утром проснулся с петухами. Нашел два яйца. Завтрак в постель. Вот это сервис. Сделал себе яичницу на завтрак. И снова отправился на речку. Хорошо в деревне летом. Продолжение следует.